В службу и в дружбу. В пятницу в региональному МВД в очередной раз прошел конкурс «Наставник года». На новом месте работы всегда непросто. А если это полицейская должность, то вдвойне. Необходимо и в работу включиться, и о чести мундира не забывать. Для того, чтобы новые люди в полиции осваивались успешней, за каждым закрепляют наставника. А с 2009 года еще и оценивают работу этих полицейских таким нестандартным способом. Несмотря на свое название «Наставник-2018», я полагаю, что он больше предназначен для сотрудников, которые молодые и выступают в качестве стажеров. Это хорошее начало для этих сотрудников – познакомиться с представителями других подразделений, других служб, пообщаться, показать свои спортивные достижения, показать свои умения, показать свое профессиональное мастерство. Участники – двойки, наставник-подопечный из совершенно разных полицейских подразделений – оперуполномоченные, участковые, эксперты, кинологи. Сергей служит в отряде специального назначения «Гром» – управления по борьбе с оборотом наркотиков. Адаптация к новым условиям и к новому коллективу прошла для него спокойно. В спецназе на старших товарищей по службе всегда можно положиться. Конечно, важна поддержка наставника. И повторюсь, что вообще спецназ – это большая семья, и у нас нет каких-то негативных моментов. Мы всегда друг друга поддерживаем во всем. Если выезжаем на какие-то спецзадания, работаем по наркотикам, то всегда все проходит спокойно. Евгений в этой большой семье в погонах выполняет роль старшего брата Сергея. Сам наставник уверен – формальный подход здесь не годится. В первую очередь его задача – создать для новобранца психологически комфортные условия. Задача наставника в чем заключается? Ежедневно оказывать поддержку новому сотруднику, всегда быть вместе, проводить с ним занятия как по теории, так и по практическим занятиям. И для меня не является какой-то ношей, не оказывать какую-то дополнительную нагрузку, потому что иметь за собой уже определенный опыт, хочется с кем-то делиться. И здесь как раз появляется такой человек, в которого тоже вкладываешься, и уже с определенным пониманием воспитываешь его как профессионала. Впереди у участников несколько непростых этапов, среди которых видеовизитка, собеседование с членами жюри, огневая и спортивная подготовка. В ходе каждого жюри будет присуждать баллы. Критерии у каждого из судей свои. Я, конечно, задаю вопросы именно, почему они выбрали эту профессию, не какую-либо другую, какие они видят перспективы в своей профессии, насколько действительно они могут верно служить закону, помогать гражданам в трудную минуту. И действительно качественно и достойно выполнять те функции и задачи, которые поставлены перед нами министерством, нашим государством, президентом, чтобы обеспечить безопасность граждан, правопорядок в нашей стране. За 9 лет существования конкурса те, кто когда-то были подопечными, уже сами стали наставниками. В этом, в общем-то, и есть смысл конкурса – обеспечить преемственность знаний, умений и, главное, традиции органов внутренних дел. Наталья Гутарина, Михаил Кенгуров, РТВ Иваново.